Что касается преступности, то безусловно резонансный случай, когда ваши члены организованной преступной группировки по кличке Казах отпустили под домашний арест. Этот человек подозревается в ряде преступлений, более того, в изнасиловании несовершеннолетней, 16-летней девушки. С каких пор принимаются такие меры отпустить под домашний арест человека, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней? И есть определенные сведения, где оперативники говорят о том, что безусловно было и психологическое давление, и определенный боязнь и страх перед представителем преступной группировки, почему такое решение было принято. Я считаю, что недопустимы такие ситуации, и Верховный суд должен обратить внимание, судебная система это отдельный вид власти, но у них есть свои механизмы, дисциплинарная комиссия. Каким образом такие решения могут быть приняты? Пора начать действительно бороться с криминалом, мы не должны допустить разгола криминала. Что касается борьбы с коррупцией, то безусловно, вот недавний пикет одного молодого человека, выпускника школы Олимпийского резерва, который заявил о фактах коррупции, он очень точно демонстрирует и иллюстрирует, что на сегодняшний день все же у наших граждан есть ожидания определенные, они готовы участвовать в борьбе с коррупцией. Но получают ли они достаточную защиту? Был принят Джогур Кукинешем, подписан президентом закон о защите лиц, сообщивших о коррупции, и там прописаны не только меры поощрения, но прописаны и механизмы защиты таких людей. Между тем этот закон не действует, подзаконные акты не разработаны. Но пора уже не просто лозунг борьбу с коррупцией использовать, ему скоро перестанут верить, а объявить войну с коррупцией каждый гражданин. Продолжение следует...